В общем, диагностический разъем показал ошибку 1600, B1600, потом, по-моему, еще какая-то была, ну, я их как бы благополучно сбросил, ошибка была по этому самому, по ключу, вот, именно выдавала о том, что неправильно считан чип. Вот, на это я в первую очередь обратил внимание, ну, а дальше смотрим, как все было и как я это вылечил, победил. Ну, и теперь ждем, пока перестанет мигать лампы. Где-то полминуты, минута. Вот так вот выглядит контактная группа. Видно, что там окислились контакты внутри. Видно, что окисленные контакты уже от старости, возможно, от какой-то влаги внутри машины. Ну, и самое страшное, и болячка, это люфт. Люфт у меня с вот этой вот стороны, с верхней, грубо говоря, вот так вот она стоит. И вверху у меня люфт. Снизу тоже незначительный, посередине его не слышно. Ну, и, собственно говоря, что же поменялось. Вот, воткнули ключ. Первое положение. Второе положение. Ну, и вести. Теперь. Так что, замена контактной группы, это очень процедура. С учетом того, что машина 2007 года, а сейчас 2023. Купил я контактную группу вот такую. Обошлась она мне на Евроавто за 920 рублей. Ссылка будет в описании. Но, можно также купить и на Озоне, хотя она там намного дороже. Я находил за 2500. Половиной тысячи, где-то на Озоне. Доставка была двое суток. Ссылка на магазин будет в описании. Вот, кстати, чек. Даже приложили. Доволен безумно. Так что, видите, не всегда виноват ни стартер, ни втягивающая там этот ИУС. Все-таки дело было именно в контактной группе. Как я до этого допер? Да просто решил провести такую диагностику. Вытащил джойстик управления магнитовой сбоку. Надавил и попробовал завести. Завелась вообще с первого раза. Ну и как бы теперь, тьфу, конечно, но прям слышно, что нормально заводится с первого раза. Так что, для кого было полезным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok